Олег Александрович, в условиях пандемии мы живем уже два года. Вот за это время беременных женщин, которые заболели коронавирусом, а к вам поступают именно такие, больше становится в целом? Да, увы, беременные женщины в данную волну болеют чаще и намного тяжелее. В том числе часть женщин попадает в отделение реанимации, проходит искусственную вентиляцию легких. И число женщин, практически заболевших данным видом коронавируса, который сейчас распространен в данной волне, то есть практически в пять раз больше, чем в первую волну. Есть какая-то общая статистика за эти два года, вот сколько беременных у нас заразились вирусом, сколько из них находились под аппаратами ИВЛ? По нашему краю за прошлый год, за 12 месяцев 2020 года, было 1200 женщин. Которые заболели коронавирусом? Которые заболели коронавирусом. Пять женщин прошли через аппаратную вентиляцию легких данных, сезон. Фактически цифры в пять раз больше по сравнению с цифрами 2020 года. То есть это больше пяти тысяч? Да, это больше пяти тысяч зарегистрированных случаев женщины, либо беременной, либо уже родившей, когда кормящей мамы. С 30 августа этого года было принято решение о том, что вакцинировать и беременных женщин в том числе. А с 15 октября этого года было принято вакцинировать кормящих матерей. В нашей стране были приняты такие. В североамериканских странах и в Израиле решение было принято о вакцинации беременных и кормящих женщин с 20 декабря 2020 года. Поэтому их данные имеют более большой опыт действия вакцины на беременную женщину, на новорожденного ребенка, но и ребенка, который имеет грудное вскармливание. Ну вот, кстати, об опыте действия вакцин. Все научное сообщество, медицинское в том числе, оно отслеживает, как вообще вирус распространяется, мутирует, какие последствия вызывает. Я думаю, что вы в рамках своей деятельности, своей компетенции тоже следите за этим. Вот что вы можете сказать в этом смысле? Вообще на какие исследования, зарубежные, российские, вы в первую очередь ориентируетесь? И что вы можете сказать именно в отношении новорожденных? Первые данные пошли как раз из Китая, в Ухане, когда первая волна случилась в Китае. То есть там из всех заболевших и беременных женщин родилось всего шесть детей. То есть там это было около восьми тысяч заболевших женщин и шесть детей. То есть это очень маленький процент. А данные уже декабря 2020 года, большую выборку в Соединенных Штатах Америки, более десяти тысяч женщин, то там процент заражения детей составлял уже восемь процентов. Что, соответственно, показывает, что вирус мутирует и он поражает более молодых людей. И детей сейчас отмечается заболеваемость, в том числе и детей, до года. То есть если и раньше мы говорили, что это лица старше шестидесяти-шестидесятипятилетого группа риска, нет, сейчас это молодые, взрослые люди, в том числе и беременные женщины. То есть я правильно понимаю, что ориентируетесь в основном на зарубежные, где есть уже некий опыт, уже какие-то данные сведены? Да, они первые опубликовали исследования параллельные, то есть женщин, которые не были вакцинированы и которые были вакцинированы во время беременности по тому, как протекала беременность и чем закончился исход беременности. И они показали убедительно, что у женщин невакцинированных в 25% случаев были роды преждевременные, недоношенным ребенком, маловесным к сроку гистации. А у вакцинированных женщин только в 9,4%, как в принципе в здоровой популяции. Соответственно, и показали то, что гибель детей внутритробно у невакцинированных женщин, заболевшихся коронавирусной инфекцией, составляла более 15%, в отличие от вакцинированных, у которых 3-2%. Многих же пугает, что если провести вакцинацию, у ребенка может быть какой-то врожденный порог развития. Да, врожденный порог развития. Так вот, у вакцинированных женщин пороки развития были в 2,2%, но они были обнаружены еще до вакцинации женщины в третьем триместре беременности. То есть не прививка повлияла на развитие? А ни один ребенок после прививки мамы во время беременности, после рождения, не заболел коронавирусной инфекцией. То есть это достаточно убедительные данные, которые собирались более года уже, получается, нашими коллегами. Наши израильские коллеги, они не побоялись вакцинировать кормящих матерей, и начали они это в декабре прошлого года. И первая группа была всего 84 женщины, средний возраст составлял 34 года, и вот они вакцинировались. Также двухэтапные вакцины, как имеющиеся у нас спутник ВИД. И результаты получили, которые у четверых детей от кормящих матерей только было повышение температуры, легкий насморк в течение трех дней после вакцинации мамы. Но зато получили интересный результат по грудному молоку, который выделял антитела к новой коронавирусной инфекции. И они сохранялись длительно, более шести недель в грудном молоке. То есть мама защищала не только себя, но и своего ребенка, что очень важно. На каком сроке лучше все-таки вакцинироваться? Ведь когда женщина беременна, там очень много нюансов, которые нужно учитывать. Любая вакцинация, она возможна только на сроке старше 22 недель. Когда уже произошла закладка внутренних органов у ребенка, когда они уже созрели. То есть и дальше они только пропорционально увеличиваются в массе. То есть дифференциация и закладка органов есть. Поэтому опасность вакцинации, будь то от новой коронавирусной инфекции, либо от гриппа, или от другой инфекции, которая предоставляет эпидемиологическую опасность в том регионе, не представляет каких-то рисков для будущего ребенка. И процесс изготовления на современном уровне вакцин примерно для всех вакцин одинаков. Что для гриппа, что для новой коронавирусной. То есть это давно отработанные технологии. Обычно к концу беременности, к последним срокам, последним месяцам на организм женщины возрастает нагрузка. Ну мы все понимаем, плод растет, там почки те же должны гораздо больше жидкости перерабатывать. А если, скажем, у женщины есть какие-то хронические заболевания? Надо понимать, что в принципе, что беременная женщина, что обычный человек, он вакцинируется может вне фазы обострения хронических заболеваний. То есть если на этот момент нет обострения хронического заболевания, то любой человек, в принципе, может быть вакцинирован. А если есть? Если есть, то проводятся соответствующие шаги для того, чтобы снять эту острую фазу заболевания. Но ссылаться на то, что вот есть хроническое заболевание, но оно не в фазу обострения. И, соответственно, это не является противопоказанием к прививке. Нет, ну если не в фазу обострения, а если обострилась, вот допустим, ты берешь, ну не знаю, пилонефрит, у частых заболеваний у женщин, да? Что делать? Оно имеет свои сроки лечения в пределах 10-14 дней. То есть за это время лечат женщину соответствующей. И когда переходят в фазу ремиссии, то есть не обострения, то есть можно спокойно вакцинироваться. Ну, то есть получается, женщина так или иначе должна предупредить все равно врача, если у нее есть какие-то осложнения, убрать их. В ради женской консультации, в принципе, должен знать все об этой женщине, об ее хронических заболеваниях, есть ли обострение или нет. И вот те данные, которые показывают, как женщины переносят эту прививку. И наши израильские коллеги показали, что более 54% отмечали осложнение. А по анкете, когда выясняли, это болезненность в месте инъекции. То есть там ни насморк, ни повышение температуры. Никаких других симптомов нет. То есть болезненность в месте инъекции. Ну, увы, инъекции, они болезненные, поэтому это нормальное, но это не осложнение. Олег Александрович, ваши пациентки сейчас в большинстве своем решаются на прививку? Да, решаются. И вот в Центре охраны материнства и детства у нас есть женщина, которая успела первый этап поставить до беременности, родила здорового ребенка. Сейчас вторую инъекцию будет делать уже во время грудного вскармливания. То есть у нее такое получилось сочетанное. То есть перед родами, можно сказать, да, и вот. Да, решилась на такой серьезный шаг. И сейчас вот под наблюдением 12 женщин, которые во время грудного вскармливания поставили вакцину, у одной из 12 только было повышение температуры до 38,5 градусов в день инъекции и все. Со стороны ребенка никаких проблем не было, как и у других 12 женщин. Поэтому, если говорить о том, что безопасно, она для детей, да, безопасна. Вот мы говорили сейчас о каких-то возможных там последствиях, рисках для женщин. Вот давайте поговорим теперь больше о детях. Новорожденные, которые, может быть, в первые дни заболевали коронавирусом в своей жизни, да, или уже рождались, будучи зараженными. Такие случаи были на вашей практике? Да, были. И сначала действительно было описание в западной литературе китайских коллег с течением волны коронавирусной инфекции в Алтайской, в Украине. На нашей практике были такие случаи. Дети рождались преждевременно с врожденной пневмонией, тяжелой, протекавшей, вирусного генеза. Как раз у них методом ПЦ-расследования была получена коронавирусная инфекция. У двоих детей отмечалось тяжелое поражение головного мозга, которое даже на МРТ, соответственно, было диагностировано с поражением вещества головного мозга. Да, к трём месяцам у этих детей восстановились структуры по магнитоизонансной. То есть обратимые последствия? Последствия обратимые. Но это мы можем пока судить, что они стали сейчас активно кушать, развиваться. До этого были проблемы со вскармлением, но мы не знаем, какие последствия в дальнейшем. Могут быть ещё. То есть здесь ещё маленькие, три месяца, то есть году будем смотреть. И потом каждый год до трёх лет смотреть, как они дальше развиваются. Потому что, в принципе, это поражение было неожидаемо. Вроде как вирусная инфекция вызывает поражение в основном дыхательных путей. Здесь же не было ни врождённой пневмонии, ни признаков ОРВИ какого-то. А сразу была неврологическая симптоматика с поражением головного мозга, что настораживает. Новорождённые те, что с пневмонией, они под аппаратами ИВЛ лечились? Часть прошли под аппаратом ИВЛ, часть на неинвазивной вентиляции. Пневмония, поражение нервной системы. То есть правильно я понимаю, что вот эта картина последствий от вируса, она может быть совершенно такая разнородная, да? Она достаточно нетипична. То есть нельзя сказать, что есть один какой-то симптом, который будет у всех. То есть у кого-то может быть поражение лёгких, у кого-то головного мозга. Был описан случай поражения кишечника у ребёнка. То есть ребёнок не мог усваивать и грудное молоко, и смеси. Пришлось подбирать ему специализированное питание на время течения у него коронавирусной инфекции. Поэтому вот педиатр, неонатолог, ему сложно, так сказать, ожидать, какая клиника. Возможно, будет без клиники ребёнок. Что и в большинстве случаев. За прошлый год-то с клиникой, вот из 46 детей, у которых был положительный ПЦР на коронавирусную инфекцию, рождённых от матерей с коронавирусной инфекцией, только у шести были клинические проявления. А вот случаев, скажем, заболеваний новорождённых вирусом от женщин, которых были вакцинированы, таких не было случаев? Таких не было. Ни одного. Каким препаратом вы советуете прививаться беременным? Или же есть какие-то рекомендации, стандарты, может быть, в этом смысле? Есть клинические рекомендации, и весь мир прививается двухкомпонентной вакциной. И ранее, до течения новой коронавирусной инфекции, если вспомнить, то и от гриппа первые вакцины, когда первый раз человек вакцинируется, была двухэтапная, то есть с интервалом в четыре недели. А в последующем, уже последующие годы, ставилось однократно. То есть и детям, школьникам также от гриппа прививали ранее, то есть два этапа, а потом однократно. То есть, соответственно, весь мир остановился вот на этой схеме. И Российская Федерация тоже для себя приняла решение, то есть схему сначала полную, двухэтапную, а последующие ревакцинации, или, точнее, можно даже сказать, все-таки вакцинации, потому что это несколько другой будет препарат, а уже однокомпонентной вакциной. Олег Александрович, ну и в завершении нашего интервью все-таки посоветуйте женщинам, которые беременны, или которые еще только планируют рождение ребенка, вакцинироваться им, не вакцинироваться. Как подойти к этому вопросу? Взвешено, сознательно, наиболее. Сразу подчеркну, что любая вакцинация, будь то от новой коронавирусной инфекции, либо от другой инфекции, это осознанный выбор взрослого любого человека, который должен понимать все риски, и взвешивать для себя, а беременная женщина еще и для своего будущего ребенка. И уже накопленные данные показывают, что данные вакцинации безопасны, что она определяет и безопасность для беременной женщины, плода и будущего ребенка. И я считаю, что если подойти ответственно, то как ни забота о безопасности своего здоровья и своего будущего ребенка может подтолкнуть на осознанный шаг для того, чтобы сделать вакцинацию, обезопасить себя и будущего малыша.